девочки дорогие привет я принесла несколько сегодня у нас идея примерки пуповиков я принесла 4 для никло это мой не обращайте внимание на него у нас таки да похолодало и уже можно надевать тоненький пуповичок но я принесла толстые пуповики такие зимние зимние кстати в этом сезоне есть они какие-то прямо у них очень много разных наполнителей в том смысле что это пух перо но я имею ввиду что разной толщины есть у них вот эти вот их традиционные совсем тоненькие пальто которые такие совсем тонкие пальто пуповики есть у них такие прям толстые толстые а есть такие среднего наполнения ну в общем короче тут много разных всех я наверное не последний раз их примеряю может я еще что-то придумаю пока что вот 4 и я на самом деле наверное жакета свой сниму потому что неудобно проверять на него от лучшего на мне был какой-то свитер на мне просто платье ну давайте примерим на платье а там представим что у меня есть еще как будто бы толстый свитер по как значит все практически пуховики у меня размер large один так вот этот я принесла медиум и почему потому что я считаю что мне как бы пуховик должен посвободнее он может быть даже и на лезвий на мой жакет достаточно большого он размера он прям так мне свободно но я хочу сказать на мне тонкое платье если я надену него со свитера в кусте хочется чтобы куртка как-то все-таки была подходила все-таки зима и хочется чтобы это все было хорошо хорошо надевалась на толстые какие-то вещи вот я считаю что он мне небольшой он как бы так свободно на мне но если я надену свитер то будет самый раз мне вообще нравится этот фасон тем что у него как бы капюшон в принципе он же является воротником это как-то выглядит более элегантно потому что вот так вы надеваете у вас есть капюшон а вот так вы снимаете и у вас как бы получается что он такой в принципе таким вот как бы воротничком единственное что ну да здесь все это нужно застегнуть вот так плотненько кнопочки значит здесь есть замок есть кнопки я сейчас вам все покажу более подробно потому что это важно что у него нет у него есть нету манжета в рукаве но есть такая здесь резинка тоже вам покажу когда сниму его поешь на вешалку удобнее рассматривать все это дело когда он на вешалке карман хороший цвет такой симпатичный я считаю что он хороший пучок длины вот такой вот и длинный и короткий как будто длинная куртка но например для поездок в машине это сам раз самое то и мне нравится вот этот вот фасон воротника она у мужа капюшона вот именно он в общем как красиво лежит делать вам красивый воротничок девочки представляете это был медиум вот здесь написано лардж как всегда я вечно вот этот вот меня это подводит весь это был медиум такой большой короче вот эти пуховики они очень приличного размера то есть мне конечно мне конечно лардж не нужны совершенно мне видим самый раз он самый дешевый из всех он стоит 180 долларов и у него вот это его номер и значит у него вот 90 процентов пух и 10 процентов водонепроницаемые перья вот это вот ну в общем то что не до водонепроницаемые перья значит что у него есть у него есть тамов сверху есть кнопки это удобно двойная 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 защита потому что вы застегиваетесь на волю и потом еще сверху застегиваетесь на кнопочки как бы полностью у вас полностью все закрыто то через молнию вас не продувает потому что молния тоже молния не герметично поэтому через не может продувать поэтому когда молнии в молнии нахлёст на молнию есть еще как ткань с кнопками это очень хорошо и вот такой вот вот этот воротничок который мне понравился теперь здесь видите вот такой вот манжет внутри это удобно но он не очень прилегает если честно он довольно так не очень облегает руку он довольно свободно на запястье лучше чем чего но это не идеальный вариант хотя в принципе в общем и целом она мне нравится есть разных цветов таких в основном вот таких вот черно-серо-голубоватых и я еще маленький свои какие цвета и вот такой вот следующий пуховик немножко подороже он стоит 250 долларов и это размер ларч и он меньше чем вот этот вот размер мизи странно но такие вот они разные вот это мне ларч прям тетелька в тетельку даже может на свитер будет маловато но в принципе он нормально длина наверное такая же как у этого может чуть-чуть подлиннее и он такой более прилегающий у него другой фасон вот этот такой знаете оверсальс такой большой с воротником а этот вот такой классический пуховик приплетали я бы сказал и у него нету внахлёст ткани как есть вот в этом например и как есть в этом который я принесла есть еще одну то есть в принципе это не очень хорошо потому что это самая ну как бы не очень хорошая ночь ваш вариант значит капюшон у него вот такой обычный просто капюшон когда вы его снимаете он просто лежит вот таким капюшоном видите застегивается он высоко вот на самом углу я не хочу застегиваться помады его вот до самого подбородка у него застегивается и это классно ну хорош пуховичок симпатичненький манжеты тоже такие же как в том и вот по размеру он намного намного меньше чем этот синий ну вот по длине они одинаковые с этим синим пуховиком практически почти одна и та же длина и этот размер large у него тут намного больше всяких картинок чем в этом поэтому видимо он дороже значит размер у него large стоит он 250 долларов вот его циферки и у него тоже значит наполнитель что из удобного и неудобного значит как я уже сказала замок только и нету нету наклёст ничего капюшон вот здесь вот можно его утягивать есть вот эти вот он как бы тогда будет больше прилегать к голове не буду продуваться это важно карманы значит вот такие же манжеты как в том не обязанная трикотажная вот такая вот просто резинка которая собирает манжет вокруг руки у него тут внутри есть много чего чего нету в том есть ну тут не много чего собственно говоря вот есть только вот этот карман замочка в отличие от вот этого который в котором нет кармана то есть в этом всякий больше фичерс поэтому он немножко подороже хотя хотя по красоте так сказать по фасонности мне опять же это нравится больше и он так что вот я думаю что по теплоте они одинаковые но единственное что в этом соне здесь капюшон не собирается на веревочку как здесь пусть он не придает также сильно голове но есть этот вот нахлёст на молнию и по размерам больше то есть если вы хотите не покупать больше размера просто хотите более свободный пуховик то вы можете купить вот его а по длине они одинаковые практически может быть он чуть-чуть короче так следующий пуховик он полноценно длинный видите у него хорошая длина вот нормальная длинная длина он в принципе похож на вот этот вот серый вот этот но во-первых он длиннее во-вторых у него есть вот здесь вот нахлёст на молнию и он по ощущениям побольше вот это тоже ваш размер и по моим ощущениям он больше чем вот этот серый вот так он не свободен свободен вот это в самый разный размер это лавчика потом точно вот он мне небольшой не маленький а то что надо и очень хорошая длина тоже он весь цифровых стоит значит вот так именно надевать капюшон как я уже показывал все равно можно утянуть и он будет вам облегать вот так вот вашу головку ваше личко и вот такой вот кармашки здесь все давайте будем его рассматривать сейчас я его сниму я надеюсь что вы на мне уже его рассмотрели сидит хорошо тоже он такой немножко приталенный но в принципе хорош такой пуховичок такой базовый то что нужно без прикрас без всяких всяких фокусов но вот такой как нужно для зимы по длине и по ширине и по всем параметам ну что ж давайте посмотрим вообще что означают эти картинки что они здесь мы рисуем значит вот это написано responsible responsible sourcing ну то есть видимо что он сделан из каких-то не вредных для земли и для планеты продуктов то есть он как вы ну как ответственный ответственный пуховик ответственный за за то чтобы не загрязнять окружающую среду наверно это важно значит он легкий видите написано что он легкий написано что он винт плит то есть он предохраняет от ветра и держал вот это то что он не промокает или как бы если вам намокнете будет дождь снег то он как бы не пропускает не пропускает вот так и написано что waterproof написано durable water это странно имеется ввиду видимо что это не просто не пропускает воду а то что ткань видимо не не подверг не подвержена воздействию воды я думаю что это в этом смысле что она не испортится от воды ну и естественно не пропускает воду значит он у нас у нас тоже 250 долларов размер ларч вот его цифры и он тоже имеет 90 процентов пух пирог пух и 10 процентов пушки но они все одинакового состава значит рукавчик у него тоже вот такой же вот такой карманы в кармане кстати внутри у них вот такой флис очень приятно рука и как я уже сказала есть замок есть сверху вот такой нахлёст кнопками кнопки кстати пластиковая это не очень хорошо ну наверное они надежные вот капюшон вот эти веревки что тут есть внутри есть какие-то карманы да есть такой же карман один замочки что тоже удобно потому что сюда можно положить селфон можно положить кошелек наушники вот какие-то помаду ключи мелкие вещи которые вы хотите чтобы вас потерялся хотя и карманы в принципе застегиваются на замок что тоже очень важно потому что иногда когда вы выходите вы не хотите вот например нести сумку с собой но карманы если они открытые то если вы что-то в них положите то вы можете это дело потерять а здесь карман довольно глубокие и вот здесь есть замок то есть в принципе надевший такой пуховик с двумя карманами с этим внутренним карманом вам по большому счету и сумка то не нужно вы можете все положите ключи и помаду и телефон все прекрасно поместится здесь кстати тоже видите карманы с молнией немножко здесь по-другому это сделано здесь и здесь карманчики с молнией что в общем очень удобно и тоже внутри все все куртки имеют флизовую флизовую подкладку в карман так значит этот пуховик немножко отличается от всех остальных тем что он не простёган у него немножко другая ткань он много чем отличается у него другие манжеты он по-другому как-то сшит значит у него не не про он не простёгивается что сказала не простёган не простёгивать ведь эти все вон с простёжкой а это платье стежку ну он больше так выглядит как пальто чем пуховик но в принципе тоже пуховик но значит капюшон вот такой который не собирается нет собирается у него тоже есть такая вот тоже высокий высокий город высокое горло тоже вот это вот есть нахлёст с кнопками есть карманы и он довольно хорошей длины и это размер медиум есть тоже разные цвета его из черные серые низкая есть более таки темно-серосево-серые очень разные цвета и он больше выглядит конечно как пальто и он видите побольше потому что вот это медиум и он мне так достаточно я взяла специально посмотрел что он большой на вид и я подумала что я возьму лучше медиум вот тоже мне нравится у него тут есть разные штуки на на рукавах вот такие вот липучки чтобы собирать рукав ну это я сейчас сниму и все вам подобненько на вешалочке покажу будет вам удобнее смотреть потому что на мне это все мелко а так я по крупному сумму будет лучше так во первых у него красивый цвет он из всех всех пуховиков вот этот вот есть такого вот света морской волны темной морской волны сколько он стоит тоже 250 по-моему да он тоже стоит 250 это был медиум размер вот такой вот и значит тот же самый наполнитель да вижу где наполнитель здесь так много всего а нет он не совсем такой же у него меньше бить и у него 57 процентов пух 7 процентов перья и 36 процентов пылиэстер то есть у него есть какой-то внутри не совсем он натуральный не совсем пух перо но если вы знаете я честно говоря не думаю что он от этого в нем холоднее мне кажется что он довольно таки теплый он больше такой да как пальто значит у него тоже есть замок есть тоже кнопки нахлёст внутри здесь вот такой карман и все вот такие есть карманы снаружи так интересно сделаны видите такие с отделкой можно сказать к черный такой ну так как бы фасон внутри такой не совсем такой же значит он ведь и у него здесь вот сделан манжет из трикотажа из такого трикотажа еще сверху есть вот этот вот липучка как называется вверх вверх белокру белокру а что можно его делать меньше эти вы так берете вот залепляете его побольше и тогда он получается поменьше рукав хотя не знаю в чем смысл есть вот это вот внутри эта штука чем его уменьшать я не знаю ну так так значит капюшон тоже вот такие вот эти вот и здесь ничего не написано то же самое что здесь не написано что он водонепроницаем и не написано что он сохраняет от ветра а только написано что он сделан из каких-то и спонсибал соус вот этот что означает что он сделан и я уже объясняла трудно перевести ну и в общем какой-то такой green green peace пруд так скажем что это значит это значит что его нельзя носить под дождем и снегом что ли потому что у него нет вот этой вот штуки что он дюробал хорошо хорошо справляется с водяными потоками не знаю думаю что тоже можно я думаю что все то же самое не знаю почему они вот так вот на нем этого не пишет может быть он действительно менее водоустойчив не знаю ну во всяком случае вот такой вот пальтишко сделан из другой ткани более такая плащовка видите это такой болоневый это тоже плащовка но такая мягкая здесь тоже плащовка мягко а это покажет на площадке то есть как бы немножко немножко другая но достойный хороший пуховик стоит он столько же сколько вот эти два дороже чем вот этот ну потому что они длинные чем длиннее тем дороже естественно и вот такие вот четыре пуховичка на мой взгляд самые такие основные удобные хорошие которые есть на сегодняшний день у нас же во все играет крисмусная музыка магазин это рождественская так здорово я не приносила не примеряла короткие куртки пуховики потому что на мой взгляд это вообще совершенно выброшенные деньги потому что ну если англестом вы катаетесь на лыжах например или ходите в пешие походы и вам нужен короткий пуховик и допустим вниз надеваете снова у нас называется то есть нежные брюки такие же вот как пуховик только брюки тогда есть смысл для коротких а если вывод просто просто так вам нужно для жизни по короткий я считаю что это неудобно и ну если только ездить в нем машине но опять же лучше взять вот такой длинный пуховик я считаю от которого где-то до сих пор потому что если он совсем и такой короткий извините у вас замерзнет попа даже в машине посадитесь в холодную машину холодное сидение которое у нас подогревается в машинах но пока она согреется вы примерзнуть к нему голой задницы извиняюсь без пальто без пуховика не знаю у меня нету пуховых коротких курток я никогда их не ношу не пользуюсь я считаю что это совершенно не нужно еще короткий короткий вот такие вот прямо такие что есть короткие например вот такие а есть прям вот ну как бы это совершенно все я надеюсь что вам было полезно мое видео я надеюсь что мы встретимся в следующем видео с вами что-нибудь еще примеряем посмотрим но вот сейчас самое время для пуховиков по моему вот время пришло все все привет из канады люблю целую с С вами была ваша Дита. Пока-пока-пай!